Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на iPhone 5s. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Открутили. Далее медиатором отщелкиваем экран в нижней части аппарата. Нужно немного его приоткрыть. Сильно не открывайте, так как вы можете порвать шлейф кнопки Home. Отсоединяем шлейф кнопки Home. Откручиваем защиту экрана. Она металлическая. Необходимо открутить четыре винтика. Открутили. Необходимо снять металлическую защиту. Сняли. Теперь отщелкиваем шлейфа. Их три шлейфа. Отщелкнули. Теперь необходимо демонтировать все детали с нерабочего модуля. Для начала откручиваем динамик. Там два винтика. Открутили. Сняли динамик. Откручиваем металлическую защиту. Один винтик открутили. Откручиваем снизу. Откручиваем кнопку Home. Это металлическая пластина кнопки Home. Там два винтика. Открутили. Снимаем металлическую пластину. Далее откручиваем металлическую пластину экрана. Еще четыре винтика. С каждой стороны по два. Откручиваем. 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 Теперь снимаем шлейф. Верхний шлейф, на котором находится фронтальная камера. И датчик приближения. Его аккуратно снимаем. Он приклеен. Демонтируем. Кнопку Home. Аккуратно она тоже приклеена. Снимаем металлическую пластину. Все сняли. Теперь устанавливаем новый модуль. На новый модуль необходимо установить все детали, которые мы сняли со старого модуля. Устанавливаем металлическую пластину. Установили. Прикручиваем боковые винтики. Их четыре. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Боковые винтики. Прикрутили. Прикрутили. Теперь устанавливаем кнопку Home. С ней будьте аккуратны. Они довольно-таки нежные. Установили. Устанавливаем металлическую защиту кнопки Home. Она держится на двух винтах. Прикручиваем первую. И прикручиваем вторую. Теперь прикручиваем винт металлической пластины экрана. Прикручиваем. Прикручиваем. Устанавливаем верхний шлейф с фронтальной камерой. Сверху динамик. Устанавливаем. И прикручиваем сверху динамик. Прикручиваем динамик. На два винтика. Прикручиваем первый и второй прикрутили и устанавливаем винтик металлической защиты дисплея. Прикрутили. Все модуль собран, теперь его необходимо подключить к печатной плате и вставить в корпус. Первый шлейф, второй шлейф и третий шлейф. Отключили. Теперь устанавливаем металлическую защиту шлейфов. Необходимо прикрутить 4 винтика. Первый винтик. Второй. Второй винтик. Третий. И четвертый. Металлическая защита прикручена. Вставляем шлейф кнопки HOME в разъем. Вставим. Устанавливаем металлическую пластину кнопки HOME. Устанавливаем. Теперь защелкиваем экран. Сначала надавливаем верхние части. И вставляем в корпус. В верхней части нужно попасть в пазики. Все вставили. Теперь закручиваем два нижних винтика. Первая и вторая. Закручиваем. Все аппарат собран. Теперь необходимо проверить работоспособность экрана. Включаем аппарат. И проверяем работоспособность экрана. Все. Отлично работает. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч! ДНК. Субтитры подогнал «Симон»